Южная Америка где-то в 15 или 16 веке. Согласно старой колумбийской легенде, косик или вождь племени Муиска принял участие в странной религиозной церемонии. Его раздели до гола и натерли тело блестящей золотой племени. Затем, вместе со священниками и вождями племен, его вытащили на середину озера. По пути он выбросил из лотки драгоценности и золотые изделия, а затем залез в воду, чтобы искупаться. Члены его племени приветствовали его зверю. Церемония породила миф об Эльдорадо, легенду о позолоченном человеке. Сотни лет спустя подобные истории вызвали безумный наплыв искателей приключений и солдат у дачи, которые отправились на поиски этой скрытой земли, где золото было больше, чем воды. В своей жадности они устраивали кровавые погромы и сжигали целые города до тла. Ничто не могло остановить их в поисках затерянного золотого города, известного как Эльдорадо. Продолжение следует... Золото 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 К 1500 году во многих европейских странах жажда золота приобрела неистовый характер. Испанцы отправили целые армии за море в Центральную и Южную Америку в поисках золота и сокровищ. Испанских воинов называли конкистадорами, и они были безжалостны в своей тактике ведения войны, большую часть времени не брали плен. Художники и писатели иногда присутствовали в этих путешествиях, чтобы запечатлеть трагические события. Всего за несколько лет испанским войскам под командованием генерала Франсиско Писарро удалось уничтожить целые древние цивилизации, такие как инки. Кем были инки? Их истоки теряются в глубокой древности. Но согласно современной теории, как и все доколумбовые народы, инки были потомками миграционных потоков из Азии через Берингов пролив, которые произошли 40 лет назад, когда толстая ледяная шапка соединила два континента. После того, как почти 24 года назад люди достигли северных районов американского континента, они начали двигаться на юг. По недавно обнаруженной древней каменной утвари было установлено, что первые поселенцы прибыли в Перу 18 000 лет назад. Они построили мощную и развитую цивилизацию на самых высоких склонах Ант. Как им это удалось, до сих пор остается загадкой. Слово инка на языке кечуа означает правитель или глава. Но изначально это должно быть было название племени, жившего вокруг озера Титикака, водного пространства между современными Перу и Боливией, которое считалось священным. На высоте 12,5 футов над уровнем моря это самое высокое судоходное озеро в мире. Ландшафт, вероятно, такой же, каким его видели конкистадоры в первый раз. Индейцы, которые живут там сейчас, все еще путешествуют на Бальсе, как это делали их предки. Бальсе – это лодка, сделанная из тростника тортора, разновидности тростника, который растет в диком виде на берегу озера. Лодки долго не прослужат. Примерно через два года тростник настолько размокает, что лодкой становится невозможно управлять, и она остается гнить. Как и их предки, индейцы до сих пор используют тростник тортора для изготовления своих домов, кроватей и почти всех предметов домашнего обихода. Это кажется невероятным, но даже земля, на которой живут индейцы, была создана путем укладки многочисленных слоев тростника один на другой, которые за столетия превратились в плавучие острова. По мнению некоторых археологов, именно отсюда и из деревень, подобных этой, индейцы начали продвигаться на север, чтобы основать Куско, столицу империи Инков, примерно в 11 веке н.э. Четыре столетия спустя империя Инков охватывала территорию, которая включала большую часть Чили и Аргентины, всю Боливию, Перу, Квадор и часть Колумбии, с населением около 20 миллионов человек. Столицей этой огромной империи был город Куско. Расположенный в плодородной долине Виконота, в самом сердце Ант, он считался священным местом, центром власти. Все древние легенды об Инках начинались именно здесь. Изначально город был построен в форме ягуара, священного животного. В центре его возвышалась крепость Сайоаман, где проживало почти 5000 воинов. В империи короля все принадлежало государству. Деньги не использовались, но люди должны были платить своего рода налог, дань, в виде личных трудовых обязательств, называется мета. Именно благодаря этому труду вожди инков смогли построить такие великие крепости, как Сайоаман. Несмотря на многочисленные обвалы, мы все еще можем оценить невероятные размеры крепости. Мегалитические блоки, из которых она была построена, весят почти по 100 тонн каждый. А три яруса стен, которые защищают крепость, имеют периметр, равный четырем футбольным полям. Как могла цивилизация, которая даже не знала о колесе или тележке, создать такие чудеса инженерной мысли? До них на этих холмах ничего не было. По сути, это были просто сельскохозяйственные угодья. Все, что у них было, это 20 человек, 20 строителей, нанятых королевскими чиновниками, которые были в основном довольны, поскольку урожай распределялся между всем населением. Это была цивилизация, которая могла строить не только мощные крепости, но и крупные гидротехнические сооружения, такие как знаменитые бани Тамбомайка и Блискуско. Согласно легенде, вода здесь считалась священной и поэтому предназначалась для церемонии очищения короля, который обычно купался в ней перед поклонением Солнцу Божа. Судя по всему, инки жили здесь мирной жизнью на протяжении сотен лет. Затем, в 1535 году, прибыли испанские солдаты. Поначалу они, должно быть, были очарованы красотой этого места, но в своей жажде золота и сокровищ они начали грабить и убивать местное население. Куско лишился своих сокровищ. Храмы были разрушены, а камни использованы для строительства собственного испанского поселения. Можно сказать, что Куско лишь отчасти является колониальным городом. Фундамент современных зданий с их типичными сглаженными и сцепленными квадратными блоками относится ко временам инков. Испанцы пытались возводить здания на фундаментах, но вскоре сооружения обрушились из-за повторяющихся землетрясений. Этого не случилось с циклопическими стенами, возведенными инками, которые были построены с учетом разрушительных сил природы. Церковь и монастырь Санто-Доминго являются ярким примером того, что здесь произошло. Они были возведены на вершине древнего храма Солнца, Коран Конча, или Золотой Ограды, самого важного храма в Куско. К сожалению, от его былого великолепия мало что осталось, за исключением нескольких подборных стен и нескольких террас. Однако, когда Храм Солнца был новым, он занимал площадь в 1300 футов с каждой стороны. Он включал в себя Золотой Сад и Солнечную Помпу с золотыми статуями в натуральную величину, изображающими цветы, растения и животных. Его стены были покрыты 700 золотыми листочками, каждый из которых весил 4 фунта. А внутри были великолепные сокровища, в том числе королевские мумии, одетые в яркие костюмы, покрытые драгоценностями и золотой косметикой. Многие из этих сокровищ выставлены в музее золота в Лиме, Перу. Здесь мы можем насладиться красотой, но мы также вынуждены вспомнить о необузданной страсти, которая толкала людей на совершение отвратительных преступлений, убийств и краж. В музее хранится множество драгоценностей цивилизации инков, таких как эта церемониальная рубашка, шитая из 13 тенитий, золотой фольги и артефактов других народов, которые были под властью инков. Испанцы были поражены тем, как были построены здания Куско. Даже сегодня вы можете получить представление о строительных навыках инков благодаря так называемому камню с 12 углами. Многие камни соединяются друг с другом без использования известия или цемента. Они были уложены с такой точностью, что между ними не могло пройти даже лезвие ножа. Мы можем себе представить, какой трепет испытывали испанские конкистадоры, когда обнаружили одно из самых важных и священных мест в империи инков. Это место наполнено золотыми статуями и произведениями искусства, которыми сегодня гордился бы любой музей. Но вместо того чтобы сохранить эти прекрасные артефакты, многие из самых великолепных сокровищ человечества были утрачены навсегда. Испанцы переплавили большую часть работы, чтобы сделать золотые песо и отправить их обратно в Испанию. Судьба жителей Куско была не лучше. Они были фермерами и строителями, более или менее беззащитными, не готовыми к встрече с таким жестоким врагом, как конкистадоры. Почти все они были убиты, когда испанцы подвергали их пыткам и жестокому обращению, чтобы заставить их рассказать, где король спрятал свое золото. Испанцы были убеждены, что инки прятали большую часть своих сокровищ в городах, спрятанных в горах. Один из этих городов оставался неизвестным на протяжении веков и был обнаружен только в 1911 году американским историком Хайрамом Бингхемом. Это был затерянный город Мачу-Пикчу. Его открытие вызвало ряд вопросов. Какую роль играл Мачу-Пикчу во времена конкистадоров? Почему испанцы не нашли его? А действительно ли это было последнее убежище инков? До сих пор нет однозначного ответа на эти вопросы. По мнению некоторых археологов, Мачу-Пикчу был оборонительным форпостом, который был построен для предотвращения проникновения враждебных народов в Куска через Священную долину. По мнению других, это было место поклонения обитель Дев Бога Солнца. Там есть храм, посвященный ему. Возможно, храм также использовался в качестве астрономической обсерватории. Он находился настолько близко к небу, насколько это было возможно. Сегодня вы все еще можете увидеть Интухуатану или Коновязь Солнца, что-то вроде солнечных часов. Считается, что испанцы так и не добрались до этого города. Но как они могли пропустить такое большое место? Некоторые археологи считают, что это место было так хорошо спрятано и датировалось таким давним временем, что инки, жившие в окрестностях во времена прибытия испанцев, даже не подозревали о нем. Мачу-Пикчу, возможно, уже был заброшен и погребен в джунглях во времена конкистадоров. Одно мы знаем точно, Мачу-Пикчу, несмотря на его завесу тайны, не является легендарной землей Эльдорадо. Так где же находилась Эльдорадо, знаменитое Золотое Королевство? Город со стенами, покрытыми сусальным золотом, и парками, в которых росли деревья и цветы, сделанные из золота. Это город мечты каждого мужчины, невероятно богатый драгоценными камнями. Не сюда ли бежали инки со своим золотом, когда вторглись к конкистадоры? Если это так, то им пришлось бы покинуть страну. Миф об Эльдорадо никак не связан с Перу. Чтобы выяснить его истинное происхождение, мы должны отправиться на север, в Колумбию, потому что именно оттуда происходит легенда о позолоченном человеке. Эта легенда связана с церемонией, которая состоялась на озере Гуатавита, в 30 милях к востоку от Боготы, современной столицы Колумбии. После того, как испанцы услышали историю о короле, покрытом золотой пылью и драгоценными камнями, и бросающим золото в глубокую воду, легко понять, почему о ней я подумал, что дно озера возможно покрыто годами выброшенными сокровищами. Ученые долгое время задавались вопросом о происхождении мифа и церемонии. И в 1954 году колумбийские археологи дали объяснение, которое показалось им правдоподобным. Их исследования показали, что тысячи лет назад, в период, когда человек уже жил в анских кордильерах или горах, с неба упал огромный метеорит. Индейцы услышали бы оглушительный взрыв и увидели бы летящую золотую массу, за которой тянулся шлейф золотого света. Те, кто был свидетелем этого явления, вероятно подумали, что на землю прибыл какой-то могущественный бог. Археологи полагают, что косик или вождь племени Муиска покрыл себя золотой пылью и совершил ритуальное омовение в священных водах в честь этого события. Но происхождение церемонии было не единственной загадкой. Откуда Муиска могли взять столько золота, чтобы избавиться от него в первую очередь? Известно, что только племена, живущие в жарких и влажных тропических низменностях, называемых Тьерра Кальенти, имели богатые запасы золота. Нигде на плато Богата, где жили Муиска, нет никаких следов этого драгоценного металла. Так как же этот доколумбовый народ мог обладать таким количеством золота, что мог выбрасывать его целыми кучами в холодное озеро? Тайна была раскрыта благодаря открытию рудников, расположенных в горах к западу от Богата. Эти рудники датируются периодом Муиска и содержат каменную соль, ту самую соль, которую мы используем для приготовления пищи. В то время это был настолько редкий минерал, что для доколумбовых народов он стоил дороже золота. Муиска продавали соляные лепешки по всей Колумбии, получая хорошую прибыль. Именно благодаря такому изобретательному подходу к сбыту Муиска смогли приобрести металл с золотыми отблесками. А затем их искусственные мастера смогли придать этому замечательному веществу тысячи удивительных форм. Сейчас мы все еще можем любоваться этими драгоценными предметами из необыкновенной коллекции музея золота в Богате. С открытием музея в 1939 году Колумбия смогла остановить поток национальных сокровищ через свои границы и сохранить свое художественное наследие нетронутым. В музее представлены мумии и прекрасно обработанные золотые артефакты Муиска, а также других племен, которые знали как обрабатывать золото, таких как Сину, Толима и Кимбая. Известны своими веерообразными подвесками, мастера которых создали множество красивых предметов. А еще Калима, которая делала большие нагрудные знаки, диадемы и броши. Глядя на всю эту красоту, мы задаемся вопросом, кто же на самом деле носил эти драгоценности? Это были только вожди или воины? Или женщины тоже мечтали о таких украшениях и носили их, как они могли бы делать это сегодня? Исследования того периода показали, что женщины никогда не носили драгоценностей, только священники и высокопоставленные лица. Украшения имели большое ритуальное и религиозное значение. Фантастические фигурки вызывали в воображении сверхъестественных персонажей, которые, по их мнению, могли влиять на жизнь на Земле. Маски, надеваемые на лица умерших, предназначались для продления жизни после смерти. Маленькие, сильно стилизованные изображения животных, особенно птиц, приносились в дар богам, чтобы увеличить плодородие почвы и гарантировать обильные урожаи. Некоторые из этих невероятных драгоценностей окутаны небольшой тайной. Ученые считают, что они имеют идеально обтекаемую форму, которую может представить себе только современный инженер, проектирующий самолеты. Как они могли быть сделаны более тысячи лет назад? Многие золотые предметы, которыми пользовался дворянин или священник при жизни, сопровождают его мумию после смерти. Они были помещены в гробнице гипогея, что означает, что они были вырыты под землей. Труп был помещен в гробницу вместе с драгоценностями и предметами повседневного обихода, чтобы сделать путешествие души в подземный мир более комфортным. Многие драгоценности были принесены в дар богам. Один из них считается настоящим шедевром. Это плод, сделанный из золота и изумрудов для косика из Гуатавиты, который был случайно обнаружен в 1969 году несколькими фермерами в пещере недалеко от Богаты. Человек, сидящий на троне, это Эльдорадо, позолоченный человек, ожидающий выхода в священные воды озера, чтобы обрести божественную силу. В этой сцене также присутствуют несколько мужчин, которые бросают золотые подношения в озеро. Скорее всего, это священники и высокопоставленные лица, сопровождавшие короля. Так значит, их сокровища были захоронены в водах озера Гуатавита? Ответ, к сожалению, отрицательный. Со времен испанцев тысячи людей ныряли под воду, пытаясь найти золото. Некоторые даже пытались осушить озеро, но так и не нашли столько золота, чтобы оно того стоило. В музее также хранятся драгоценности Тайрона, другого древнего народа Колумбии, который также выключили. Они изготавливали великолепные предметы, такие как нагрудники в форме змей и лягушек, которые считались священными и служили защитниками. Тайрона были одной из последних доколумбовых цивилизаций. Они жили изолированно в Сьерра-Мадре, горной цепи в самой северной части Колумбии, высотой более 16 000 футов. Именно здесь истории, передаваемые испанскими историками Амифия Бальдорадо, переплетались с легендами о таинственных городах, затерянных в джунглях, с ручьями, полными золотых самородков. Одним из таких городов была Чайрана, а сейчас это место археологических раскопок, известное как Пуэблита. Именно здесь индейцы Тайрона проложили много миль тропина камнями, чтобы было легче переходить из одной деревни в другую. Несмотря на эти древние тропы, конкистадорам все еще было нелегко добраться до скрытых в джунглях городов. Переплетение растений и деревьев тропического леса не позволяло им ориентироваться в темноте. И, конечно же, они всегда подвергались риску быть укушенными пауками, змеями и ядовитыми лягушками. Однако больше всего они боялись голода. Когда кончилась еда, они съели кожу со своих седел после того, как пожертвовали своими мулами. Но жажда богатства, вызванная поисками Эльдорадо, не давала им сдвинуться с места. Вдоль одной из тропинок, ведущих в Пуэблита, лежат огромные валуны, на которых выгравированы уникальные изображения. Современные археологи считают, что это было ритуальное место, где приносились жертвы в честь бога солнца, фигуры, изображенной на валуне. Тысячи жителей деревни Чайрана жили в хижинах из дерева и соломы, которые были построены поверх каменных кругов. Система каналов позволяла воде вытекать из хижин и выходить за пределы деревни и предотвращала риск наводнения. Считается, что это один из ручьев, изображенных в историях и на картинах. Однако золотистые отблески вызваны не присутствием золота, а слюдой, минералом с аналогичными отражающими свойствами. По иронии судьбы, местные жители окрестили его испанским золотом. Это наследники народа Тайрона, который жил в этом городе в древние времена. Они принадлежат к племени под названием Каги. Каги придерживаются определенных обычаев и традиций, которые были заложены их предками. Тайрона боялись испанцев, которые внезапно пришли, оставив после себя только смерть и разрушение. Чтобы избежать неожиданностей Тайрона, выложили гладкие камни вдоль подъездных путей к деревне, таким образом, чтобы они издавали звук, когда проходили люди и мулы. Спустя более 500 лет эти камни все еще выполняют то, для чего они изначально предназначались. К сожалению, этого сигнала оказалось недостаточно, чтобы спасти Тайрону от участи всех доколумбовых народов, для которых миф об Эльдорадо причинял только неописуемые страдания. Поиски Эльдорадо были разрушительными для коренного населения, пытавшегося развивать свою культуру. Это было более чем прискорбно, что они стали жертвами людей, движимых дикой жаждой богатства. Хотя Эльдорадо так и не было найдено, поиски продолжаются и по сей день. Золотые изделия и драгоценности, сохранившиеся в этих древних цивилизациях, до сих пор вдохновляют современных героев Индианы Джонса прокладывать себе путь через джунгли Южной Америки в поисках этого затерянного города мужской мечты. Эльдорадо, легенда продолжается. Центральная Америка, полуостров Югатан, 8 век нашей эры, время расцвета древней цивилизации майя. В главном храме города Банампак, по заказу царя-жреца Чан Мухана, была написана фреска. На ней изображены 126 фигур, в том числе знатные люди и воины, танцоры и музыканты, женщины и дети. На ней также изображены некоторые из наиболее причудливых обычаев древней культуры. Воины участвуют в кровавых битвах. Пленники, которых они захватят, будут принесены в жертву. Существуют также религиозные обряды, в которых жертвоприношения являются частью церемонии, их кровь предлагается богам. Фрески Банампака выходят за рамки чисто художественных работ. Как могла культура, считавшаяся столь продвинутой для своего времени, участвовать в таких варварских ритуалах? А сколько было городов, подобных этому, где подобные практики были обычным делом? Пойдем с нами на поиски затерянных городов и исследуем парадоксальный мир майя. Продолжение следует... Продолжение следует... Открытие фресок Банампака раскрыло тайны обычаев и традиций цивилизации, которая развивалась на протяжении почти трех лет. Цивилизация, достигшая своего расцвета между 209 веком нашей эры, а затем переживавшая неуклонный упадок, пока почти полностью не исчезла примерно в 15 веке нашей эры, незадолго до начала Второй мировой войны, прибыли испанские конкистадоры. Города были заброшены и медленно поглощались джунглями. Но люди, которые когда-то жили в них, не исчезли. Они просто рассеялись по всему региону, ныне известному как полуостров Юкатан в современной Мексике, где до сих пор сохранились древние традиции майя. Археолог Джон Ллойд Стивенс записал эти слова в своем дневнике 11 маря 1840 года о своей экспедиции в Мексику. Они вошли в мировую историю. Ничто не произвело на меня большего впечатления, чем вид этого большого и привлекательного города, ныне опустевшего и затерянного. Стивенс много месяцев назад отправился по следам истории о городах, спрятанных в диких тропических джунглях, и о людях, которые таинственным образом исчезли. Его путешествие по неизведанной местности должно быть было трудным из-за палящих температур и густой растительности. И хотя в предыдущих поездках он осматривал египетские пирамиды, древние памятники в Италии, греческие храмы и афины, это не помешало ему. Именно здесь, в джунглях Центральной Америки, его охватило сильное чувство изумления. Он вышел из леса и внезапно понял, что добрался до руин древнего города майя Паленке. Стивенс и архитектор Фредерик Каттервуд, который рисовал акварелью этот район, затаили дыхание, когда увидели священные места города. Было ясно, что только люди с изобретательным умом могли спланировать этот город и что его построили опытные руки. Было также ясно, что теперь наступит совершенно новая эра изучения неизведанной цивилизации. Боги и богинюшки, правители и герои, полный отчет о скрытой культуре майя и мифической истории. Во времена своего расцвета Паленке занимал площадь более 6 квадратных миль с населением в десятки тысяч человек. Самые важные сооружения относятся к периоду между 637 годом нашей эры, когда королевством правили Кин Пакаль и его сын Чан Балум. Дворец, дом королевской семьи, был возведен в центре города на платформе высотой 33 фута. На самом деле дворец представлял собой просто группу различных зданий, построенных одно напротив другого. Но в своем роде это был архитектурный шедевр с подвалами, камерами и комнатами с довольно низкими потолками, расположенными вокруг внутреннего двора. Барельефы, украшающие стены, все еще поражают воображение сегодня, хотя многие цвета, которыми восхищались Стивенс и Каттервуд, почти полностью выцвели. Некоторые глифы и диаграммы с круглыми фигурами, из которых состоит письменность Майя, были вырезаны на ступенях среднего двора, в то время как вдоль центрального двора стены каменные плиты были украшены изображениями заключенных, которые должно быть были высокопоставленными чиновниками, судя по их богатой одежде. С западной стороны дворца открывается прекрасный вид на величественный храм надписи. В 1952 году археолог Альберто Руиз сделал невероятное открытие внутри этого сооружения похожего на пирамиду. На верхней площадке он обнаружил глубокий проход, своего рода туннель, который проник внутрь пирамиды. Туннель на протяжении веков был завален тоннами земли и камней, поэтому спуск в недра сооружения был трудным и опасным. После нескольких месяцев раскопок Альберто Руиз спустился по всей длине туннеля. Он добрался до подземной комнаты, где обнаружил огромный саркофаг, содержащий гробницу короля Кинпокаля, который жил в Поленке в 700 году нашей эры. Это был один из самых больших саркофагов в мире. Для жителей Поленке самыми важными зданиями в городе были те, что составляют группу, которая сейчас называется крестовая группа. Она состоит из трех прямоугольных зданий, увенчанных структурой, напоминающей гребень. Это храмы, посвященные божествам майя, и своим названием они обязаны ошибке, допущенной первыми первооткрывателями, которые перепутали символ Себа, космического древа майя, с христианским крестом. На пике своего великолепия эта величественная архитектура посреди густых джунглей должно быть представляла собой поистине впечатляющее зрелище. Все здания были выкрашены в красный цвет майя, цвет жизни. Главный храм был украшен лепниной, изображающей короля Покаля вместе с богом Капой, покровителем правящего класса. Все рельефы на стенах зданий в Поленке доказывают, что культ богов был связан с социальным классом, к которому принадлежали верующие. Например, бог Эхчуа был покровителем торговцев. Даже цвета, используемые на картинах, должны были соответствовать четким правилам. Кожа людей была окрашена в красный цвет. Боги были окрашены в синий цвет неба, а животные и растения в желтый. Общество майя было построено в виде пирамиды, во главе которой стоял царь, обладавший божественными полномочиями, подобными полномочиями древнеегипетских фараонов. Ниже царя стояли жрецы, знати и воины. В самом низу пирамиды находилось остальное население, в основном крестьяне и ремесленники. Крестьяне вели относительно спокойную жизнь. На улицах не было повозок, так как майя не знали колеса. Их городские рынки были маленькими и привлекали всего несколько человек. Ты мог услышать крики индейок и увидеть, как несколько покупателей и продавцов торгуются за различные товары. Но у большинства жителей были собственные фруктовые сады и огороды. Однако были и ремесленники, которые изготавливали особые изделия, которые не продавались на рынках. Это были изделия из нефрита. Этот твердый, долговечный, красивый минерал был настолько ценен, что только представители знати могли позволить себе его и нанять квалифицированных мастеров, необходимых для работы с ним. Нефритовые изделия продавались в одном из богатейших городов Юкатана, Чиченица. Чиченица был основан в конце 8 века нашей эры и представлял собой консолидацию могущественного государства майя, поддерживаемого торговлей, данью и войнами. В центре города находилась великая пирамида, известная как Эль-Кастильо, замок, который, по-видимому, был посвящен поклонению богу Кукулькан, так майя называли ацтекского бога Кетцелькатл. 365 ступеней Кастильо указывают на то, что здание функционировало как гигантский хронографический указатель. А в дни равноденствия солнце отбрасывает тень, которая освещает змею на северной лестнице. Неудивительно, что символом Кукулькана был пернатый змей. На вершине майя возвели сводчатый храм, украшенный барельефами с изображением воинов. Только жрецы имели право участвовать в церемониях и появляться перед населением с высоты на которой были возведены храмы. Однако храм воинов выполнял иную роль, поскольку именно здесь майя совершали жертвоприношения. В первые годы первого тысячелетия майя считались мирными хранителями времени и наблюдателями за небом. Но примерно в тысячном году нашей эры они столкнулись с другим народом, тальтеками, которые навязали майя свою культуру и образ жизни правителя. Их влияние проявляется в сходстве зданий и скульптур в Чиченице и в Туле, столице тальтеков, расположенной в сотнях миль отсюда. Одним из лучших примеров является Эль-Караколь, оригинальное сооружение в форме спирального завитка раковины, атрибута Кукулькана, кого воплощает эта структура. Кукулькан отождествлялся с планетой Венера, и из крошечных окон верхнего этажа этого сооружения можно было наблюдать за этой мифической планетой. Майя были знакомы с положением звезд и изучали их движения. Отслеживая солнечные и лунные годы, а также циклы движения видимых планет, они разработали очень сложный календарь с длинным счетом, который датировался 13 августа 3114 года до нашей эры. Влияние тальтеков также прослеживается в сравнении каменных скульптур и стулы, называемых Шакмуль, с той, что находится в храме воинов в Чиченице. Под влиянием тальтеков старая система правления была уничтожена. Короли воины пришли на смену более мягким монархам и священникам. Также была введена практика человеческих жертвоприношений. Пример этого можно увидеть в Чакмуле на вершине лестницы храма воинов. Лежащая статуя обращена лицом к Эль Кастиле и держит в руке чашу. Именно сюда кладут сердца, вырванные из груди жертвоприношения. Спорт и игра в мяч были частью повседневной жизни в Чиченице, за исключением того, что от результатов зависело гораздо больше, чем от фризов или трофеев. Они играли в игру под названием Пилота, а площадка для игры в мяч в Чиченице была самой большой в Центральной Америке, 560 футов в длину и 165 футов в ширину. Целью игры, которая была скорее религиозным обрядом, чем развлечением, было забросить резиновый мяч в каменное кольцо. Задачу усложняло то, что игроки не могли использовать свои руки или ноги. Для перемещения мяча им приходилось использовать бедра или локти. На рельефе на перекладине изображены две команды, соревнующиеся друг с другом. Но на этом рельефе изображен кровавый исход. Игроку, который потерпел поражение, отрубают голову. Это судьба игроков, проигравшей стороны. На длинной платформе изображены черепа, предположительно проигравших. Но, по мнению некоторых ученых, победители также могли быть обезглавлены. Считалось честью после победы попасть в рай воинов. Практика человеческих жертвоприношений была описана епископом Диего де Ландой, испанцем жившим в 16 веке. Он сам был виновен в совершении ряда преступлений, пытаясь обратить местных жителей в христианство. Среди них так называемое Ото Да Фе, или публичное сожжение денег, во время которого все письменные документы этого классического периода Майя были уничтожены огнем. Майя были первым народом Нового Света, сохранившим исторические записи с письменной истории, которая начинается в 1950 году до нашей эры. Но на сегодняшний день из тысяч книг, написанных иероглифами, сохранилось только четыре, одна из которых так называемый Дрезденский кодекс. Книги Майя были сделаны из коры фигового дерева, сложенной гармошкой. Хотя каждый мог научиться писать, только священникам разрешалось составлять книги и читать священные писания. Самая большая трудность в расшифровке письменности Майя заключается в интерпретации глифов, поскольку они основаны на системе, сочетающей идеографические и фонетические элементы. Это сложная система, которая была окончательно разгадана русским эпиграфистом Юрием Норосевым, который написал первую грамматику Майя, опубликованную в 1950 году. Территория, населенная территория, занимаемая Майя, была обширной, и поскольку лошади и ослы вымерли на континенте десятки тысяч лет назад, чтобы облегчить передвижение пешком, Майя построили дороги. На самом деле это целая дорожная система, которая соединяла ключевые города с местами паломничества. Ушмаль был одним из самых важных мест поклонения цивилизации Майя и достиг своего расцвета между 8 и 11 веками нашей эры. Ушмаль был административной и религиозной столицей Майя, которые жили в холмистой зоне Пуг. Название также использовалось для обозначения своеобразного архитектурного стиля региона. Лучшим примером стиля Пуг является губернаторский дворец длиной почти 330 футов, вероятно, резиденция властей. Карниз здания украшен масками, изображающими бога Чак. Первоначально он был полностью раскрашен, как и все здания Майя, а тщательно продуманные изображения богов и символов свидетельствуют о широком круге интересов Майя. Однако самым величественным памятником Ушмаля была пирамида или храм мага. Он был возведен в первую очередь для поклонения небесным богам, но также служил обсерваторией для изучения движения небесных тел. Как и дворец правителя, пирамида была украшена изображениями маски бога Мела. Эта скульптура, изображающая татуированное лицо жреца, выходящая из пасти змеи, была обнаружена внутри пирамиды. Здание в Ушмале демонстрирует высокий уровень совершенства, достигнутый резчиками по камню Майя. Не все поселения Майя располагались посреди джунглей. Укрепленные города также возводились на берегу моря, чтобы сделать побережье более безопасным. Одним из таких мест, построенных на берегу Карибского моря, был Тулум. Именно здесь в 1518 году произошла первая встреча майя и испанцев прибывших морем. Конкистадоры, должно быть, были поражены, увидев такой величественный город в этом прекрасном природном окружении. В храме фресок находятся одни из самых впечатляющих картин Майя, которые выдержали испытания временем. На них изображены боги пантеона Майя, которые правили вселенной как живых, так и мертвых. Рисунки свидетельствуют о культуре, в которой придавалось большое значение цвету. Когда капитан Хуан де Грихальва в первый раз высадился на берег Тулума, он подумал, что город выглядит таким же большим, как Севилья в его родной Испании. Он бы увидел здание, выкрашенное в ярко-красный, голубой, белый и ярко-зеленый цвета. К сожалению, сегодня сохранилось лишь несколько следов этих цветов. Замок Тулума или Эль Кастиле безусловно является самым важным памятником этого города. Он был частично разрушен в начале 20 века и был восстановлен на основе иллюстрации, которую сделал Каттервуд, когда приехал в Тулум. Никто не был уверен в предназначении Эль Кастиле, пока Майкл Крамер, археолог Национального географического общества, не пришел к выводу, что это был маяк, используемый для навигации. На самом деле, недалеко от Тулума находится остров Косимель, что на языке майя означает место ласточек. В древние времена между островом и материком курсировало множество судов. Моряки этих судов, вероятно, полагались на помощь маяков, подобных тому, что находятся в Тулуме, чтобы ориентироваться на местности. Майя обладали цивилизацией и культурой, которая представляет собой исследование контрастов. Они уважали природу и считали животных священными. И все же животное, называемое человеком, было предметом жертвоприношения. Кровь была основой жизни майя. Они были великими историками и строителями, но им и в голову не приходило, что колесо можно использовать как средство передвижения. Они были суеверны и боялись грома и молнии, но изучали и предсказывали астрофеномены с современной точностью. Противоречия майя представляют собой их величайшую тайну. Что мы точно знаем, так это то, что они проводили свое время в согласии с силами Вселенной. Поэт Мигель Анхель Асториус писал, что майя были народом, который считал свои дни как бриллианты. Они верили в своих богов, в свои ритуалы курения, в сны и в мудрость слов. Они верили в то, чего не смогли уничтожить пять столетий разрухи, эксплуатации и забвения. Майя продолжают жить благодаря тому, что они оставили для нашей цивилизации. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...